Сфирата Омер Сфирата Омер Сфирата Омер Сфирата Омер Это большая дискуссия, просто говоря Вот Аруха Шурхан Он дает некоторый намек Приводит намек, как связан сфирата Омер Буквально Отсчет дней Осожидания получения Торы С теми жертвами, которые приносятся Хлебными приношениями Приносятся в день Начало отсчета Омера И в день шивот И пишут Роха Шурхан так Что Минхат Омер Ночью После праздника Песах Косили ячмень Сырин И приносили Минхат Омер Про подошение Омера Из ячмень Известно В Талмуденских местах Ячмень Это Не считается Пищей человека Ячмень это Вещь предназначенная Для животного По-просту говоря Называется Корбан Бэйма Корбан Бэйма Это не крабан Махал Бэйма Прошу прощения Махал Бэйма Пищей для животного Напротив В живот В живот Приводится Подошение Из пшеницы Называется Махал Адам Это Пищей для человека И пишут Роха Шурхан Следующую вещь Что Это дает им намек Что человек Без торы Он подобен животному И только Пусть только Он заставил за тор Он тогда Ему подобен Это 20 человек Есть тут Очень-очень важная вещь Я сейчас провел 6 дней За границей Мы были в Швейцарии В Германии Я пришел туда поехать Давать там уроки В нескольких местах Потому что наблюдал Там Местных жителей Швейцарцев Немцев Очень богатые места Швейцария Германия Ой, ламазы Очень богатые Какие-то лица Тусклые Какие-то лица Тусклые Как-то они веселые Говорят, что специально На первом месте По депрессии у людей Алпы Богатство И депрессия Как-то странно Как-то странно Есть одна очень важная Принципиальная вещь Человек создан Не только для жизни Материального мира Об этом уже здесь говорили Не разу Что Об этом Наш комментатор Первый глава Торы Первый глава Торы Управляется Ицерат Адам Созидание человека Написано Два Юда Говорят, что человек Был создан Созиданием Созданием Для этого мира Для будущего мира Имеется в виду Что он уже в этом мире В нем есть Основа его жизни В мире грядущем И условно Основа жизни В мире грядущем Это не имеется в виду Это нечто Что действительно Это какой-то Высший духовный уровень Что может причиной Удостоиться Мира грядущего Это у нас есть сегодня Это не будет Только завтра И Просто один Маленький пример Если даем Весь в мире Болезнь Еще известная болезнь Алкоголизм Среда Это и многие народы Сейчас снова Болезнь Наркотики Почему Ну Совершенно сказать Идиотское занятие Напиваться Идиотское занятие Еще более Делать Риск самоубийства Это наркотики Что такое Что такое Я вам скажу Очень просто Человеческое создание Где бы оно ни было Где-то у него есть ощущение Что В этом мире Плохо ему Плохо ему Хочешь из него выйти Из-за этого мира Он просто не знает Просто как Один способ Это напиться Какой способ Наркотики У этой вещи Есть один Очень высокий корень Надо просто Уметь правильно Его Правильно Его Наркотик Растить Человек должен жить В этом мире Все Что в этом мире У него был Начало Мира Градущего В этом мире Должен питать Не только Своё тело Но и свою душу Все Этого не делает Он будет Богатым Жить Среди пейзажей Алпы Шмалпы Реки Водопады Деньги Он будет Сам несчастным человек Он будет Авреху У которого есть Куча долгов Куча забот Тому мало-мало-меньше Много забот И в особой Свети Свети с радостью Хотя ему Нелегко 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 Почему? Потому что В своем ограничении Материальном Его душа Она получает Истинную Духовную пищу Душа Наполняется тем Для чего Она была создана Радость Веселье Радость Она Человек обретает Когда его Он удостоверится Себя Сделать цельным И что Истинная цельность Невозможна В мире В мире этом Истинная цельность Неблиза К Творцу Но Там где есть Дополняется Восполняется Делается более цельным Там присутствует Веселье Пример Это например Кочу границу Пример И Когда этого нету Знаете Кто-то не знает Что такое Симха Шел Митсва Радость Симха Симха Стойра И Свадьба Истинная еврейская Без водки Без водки Без вину Радость праздников Кто не знает Что такое Веселье Они не знают Что такое И более того Есть Есть Емкая фраза Который Всевышний Послал Муше Сказать фараону Шлах Это мы Я в Дуне Отпустим Народы Послужат Они мне Помню Очень хорошо Когда я Выезжал Из России Сюда Это было Больше 40 лет Тому назад Была еще Такая ходовая Фраза В демонстрации По миру Чтобы выбросили Советских евреев Из России Потом только Эту фразу Обрезали Не обрезали Точнее говоря Не делали обрезания А самое важное Счастье Выбросили Надо сказать Только такие слова Отпусти мой народ Но как-то О служении И все прочее Больше речи не было Знаете Наш народ Вышел из Египта Из египетского рабства Он поднялся На уровень Горы Синай То, куда мы сейчас Идем В Сиротов Когда люди Выходят Из общего рабства Они попадают В другое рабство Они рабы С собственными Они До этого были рабы Чужому дурному началу Существуют С рабами С собственными дурному началу С собственными дурному началу Ну вроде кажется Как-то Как-то Все-таки Приятнее Но конечно То же самое Конец Бессмысленности Существует Называется Называется Немножко Иначе Это изгнание Души В нашем теле В этом мире Мы здесь не раз Напоминали Слово Рамбана Который объясняет Что Почему называется Весь Хум и Шмот Вторая книга Эта книжа Называется Сефер Гула Книга Освобождения Вроде бы Вышли мы из Египта Уже Порошат Бешарах Бешарах Построить Мешкан В Скинею Завета Пока Шхина не открылась В Скинею Завета То есть Пока не вернулось Наш народ До уровня Что была Шхина В шатрах Наших Наших Преотцов И еще не было Освобождения Не было еще Освобождения Тогда Когда Наш народ Удостоился Шхины Присутствия Шхины И в Мешкане И в их Сердцах Это Конец Книги Шмот Это было Истинное Освобождение У меня Вот Наверное В Песах У меня был Такой вопрос Очень принципиальный Мы называем В молитве Хага Мацот Зман Харусейну Это Праздник Мацот Время Нашего Освобождения Думаю Что Многие Из вас Сознают Что В Пирке А вот В последнем Пирке Сказаны Такие слова Сказаны О том Что Написано На скрижалах Завета Харут Вырезаны Изначально Начало Из Истинное Из Изя И Возможно Измир 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 Я помню, когда я первый раз открыл эту книгу, это было очень давно, когда я еще был в Торе, очень-очень зеленым, то есть когда я еще гоморую даже где-то не открывал, я просто книгом заточил в руки, я решил почитать ее. Я уже в Израиле пару лет и как-то с эвритом как-то справлялся. Я зашел до этого места, меня просто потрясло. Понял, что это ощущение естественное для меня было всю жизнь. О ком месте я говорю? Скажем так в Израиле, что на что похожа наша высшая душа, попадающая в этот мир? На что она похожа? Она похожа на принцессу, в которую попадает, выходит замуж за крестьянина, старого, грубого крестьянина. Он очень любит, очень рад, что у него есть. Ну что он может издать? Все, что он может издать, это все ноль. Точнее говоря, не ноль, а большим знаком минусом, то что ему нужно. Есть, есть, очень важная вещь. Когда человек в этом мире, ему плохо, он ощущает недостаточность, он ощущает, что жизнь у него пуста. Это очень важно. Сегодня, к сожалению, есть такая особая специальность, как научить человеку убить время. Убить время. Можно реклама, развлечение, компьютеры. Наруше у человека есть такое понятие, убить время. Это не мое понятие. Я бы придумал. Убить время. Что такое убить время? Что это такое? Говорил мой учитель Абхайм Кабилл так. Американцы говорят, the time is money, время – деньги. А что мы говорим? The time is life. Время – это жизнь. Время – это жизнь. В жизни можно много чего успеть, можно жить. А есть понятие, такое истинное, страшное понятие – убить время. Убить время. Что значит убить время? Это убить самого себя. Что занимается чемпахой? Это просто самоубийство. Когда человек живет в этом мире, убиение времени и всего прочего, мир, который гонится плотскими удовольствиями, и гонится их, он их не достигает. Потому что человек сожидается одним и хочет в два раза больше. Когда человек начинает пустоту, нужно искать, ощущать, что на самом деле он не только был создан. Ищется, ищется духовное. Слава Богу, когда человек еще, божественная душа до конца не умерла. Надо просто знать, как это направить, куда это направить. Это то, что, на крайнем раз повторяет, в 10-е Шерим, слова царя Давида, ни киеватору киме топ, ни топ. Близость Творца, это тоже для меня хорошо. Истинная ценность человеческого творения, истинное духовное удовлетворение для человека, когда человек находится, он прилипается к Творцу, он близок к Творцу. Это есть, в частности, вознаграждение грядущего мира, но это то, что мы реально можем удостоиться от некоторых ограничений в этом мире. То есть, об этом есть статья Рава Пинкуса, мы печатали в Братисхах год назад, о том, что понятие любовь к Всевышнему, это то, что появится и в этом мире. То есть, мы не должны говорить так, вот, мы в этом мире, нам не нужно близок к Творцу, это было бы грядущим. Нет, в этом мире мы должны работать над собой, чтобы прилипаться к Творцу. А то, что мы будем заграждены, то есть, то, что мы сделали как в этом мире, как труды и работу удостоиться близко к Творцу, там он получит совершенный образ. Но человек и в этом мире этого не удостоится. И в этом мире он над ними трудится, ему нечего начинать свой грядущий мир. Он не создал те сосуды, которые могут распринять высшее, высшее, утонченное удовольствие высшего мира. Что он не создан как человек, желающий приблизиться к Творцу. Есть одна очень такая интересная история. Эта история была в одной из Шив, по-моему, в одной из Шив Наварадака в инищей Беларуси, может, в Комеле, но сейчас не принципиально. Пошел один родший Шив, он искал невесту, жениха для своей дочери. Спрашивали Роши Шивы и там другого, какой-то самый лучший бахур в Шиве. Какой самый лучший бахур. Он говорит, этот самый понимающий, этот больше все учатся, этот еще чем-то знаменит, с каким-то с ним. Он сказал, я не спрашивал, спрашивал, какой самый лучший бахур, а не какой-то самый лучший матмиды, какой-то самый умный и так далее. Я спрашивал, какой-то самый лучший бахур. подумал, подумал, сказал, вот, этот самый лучший бахур. Какой-то бастай пилар. Просто почему-то раньше мне не сказал, почему-то, в чем он самый лучший. Сколько понятия. Сколько просто на нашем языке умывакыш. Он ищет, просит, бредит, умывакыш. Умывакыш. Безусловно, и учился много, и был богатый человек, и был богатый человек, но здесь не вещь, которая связана в середине целое. Мывакыш. Мывакыш. Мывакыш, это вот, человек в этом мире, он ищет, как у нас стоит жить со своей душой. Человеческая душа называется хелекаракавамар. Это очень емкие, глубокие слова. Их нельзя понять, буквально, человеческая душа это какой-то кусочек от Всевышнего, Всевышнего Единого, не от кусочков. И это сейчас, ну я просто подчеркиваю, что сейчас с тобой очень так вольно, не понимаешь, что не говорят вообще, есть в Третье Едином сейчас не распадается на 600 тысяч кусочков. Ведь в каждом мире что-то точно. И тут некая очень глубокая вещь, что я вам скажу. Человеку надо докопаться, докопаться до своей души. И надо, чтобы его душа, если он до него докапывается, самое естественное, что у него есть, это стремиться к своему источнику, к Всевышнему. И это достоинство называется льотный вакш. Надо просить, ожидать, стремиться к более высокому, чем еще здесь. Это реально, это самое основное для нас в период от Пейска к Шеврот. У нас, слава Богу, в семье уже женилось и выходило замуж много наших детей. Вот часто было, часто, так сказать, уже перед свадьбой сколько-то дней наши дети делают какую-то таблицу на счет дней до свадьбы. еще один день пришел. Есть такой понекольчик, человек действительно, он ждет чего-то, он считает дни, считает часы. Каданг, это замечательный день. Приводит рабей нонисим, наш великий рейдишин, ран, в конце масэк, псахин, там риф касается отсчета омера, приводит там ран, бедраж, что при выходе из Египта наш народ знал, что идут получать ом. И, впрочем, очень удивительная вещь. Каждый, не сговаривая с другим, отсчитывали ежедневно отсчет омера. Один, второй, третий, четвертый, пятый. Не было такой заповеди. Не было чего? Не было такой заповеди еще. Это Машер это мне наказал делать. Просто собственное ожидание и желание удостоиться Торы, каждый, в общем, каждый, не было просто единиц, отсчитывал дни, когда он удостоится великого дня получения Торы. Есть у нас огромное правило. Источник бессловно величайших каббалистов, в частности Аризар. Это вещь стала известной всем. Это пишет много Рамхар, это пришли сейчас более современные книги, как Фехтал Мальяву, Септайхайм и так далее. Это вещи, которые сейчас стали доступны всем. понятия праздники, хронико-еврейские праздники. Суть еврейского праздника это в том, что есть его источник. Есть его источник. праздник. Пейзак из Египта шабо это плаща Торы, допустим, Сокот пишет Агро в дни Сокот вернулись облака славы, которые ушли после греха Золотого Тельца. Вернулись в дни Сокот. То есть есть источник праздника. Пурим это Пурим, понятно, Хануке это событие, которое было тогда. Есть вроде бы историческая причина, но суд наших праздников это не годовщина чего-то. Суд совершенно другая. Обычно наши праздники связаны с какими-то чудесами. Безусловно и выиграли из Египта, и плащения Торы, и благославы в пустыне это были вещи чудесные, это было выше нашего материального мира. Но есть великие дни, когда в этом мире раскрывается вещь, что выше этого мира. Это духовный источник мира, духовное содержание мира. В чем это проявляется? Проявляется в том, что материальные законы ограничиваются и проявляется вещь, что выше этих законов. Это правление высшего источника мира, это корень все чудесные наблюдаем в Торе. Пример, например, еще этому, в храме были постоянно чудеса. Отходите, пиркаевод, почитайте. Почему это было именно в храме? Очень просто. Шахар было место, где было постоянно, было место, где раскрывались высшие миры. высшие миры, они не подчинены законам природы, они вышли из этих законов, поэтому законы в этом месте не проявляются, проявляются высшие миры, они не действуют, они ограничены. Так вот, что нам сейчас важно, что в празднике всегда проявляется заново то возвышенное духовное влияние, которое было в прошлом причиной чудес, сейчас осталось это влияние, даже сейчас не происходит чудеса, но это духовное влияние, этот свет, он является источником праздников всех наших праздников. Мы не можем придумать праздник просто так. Допустим, было какое-то важное событие, важное событие, когда было чудом в свое время, но если в эти даты дальше этот свет, который был тогда в время этого чуда, не повторяется, не возвращается, нет причины на праздник. Нет причины на праздник. Но в этом смысле еще сказать еще одна вещь. Эти дни от Печтаха до Шеврот, отчет Омера, Памбан пишет об этом в своем комментариях на Хумыш, этим дням было положено быть подобным холомоиду, праздничным будням. Это полпраздничные дни даже было быть. Это действительно дни, когда мы ожидаем и стремимся и восстанавливаем. И в этом отношении период ожидания, период работы над собой, чтобы восстанавливаться заново. Это духовная суть этого периода от Печтаха до Шеврот. И тут нам всем надо напомнить себе, что у нас есть наша Божественная Душа, и она хочет от нас неудовольствия крестьянина, хорошего взмана и хорошей подготовки к Шевроту. Продолжение следует...